Стихийные свалки – настоящая головная боль городских и региональных властей. Ежегодно на их ликвидацию выделяются миллионы рублей. Но дело с мертвой точки по большей части так и не сдвинулось. Только за 2013 год, например, Управлением Роспроднадзора по Ивановской области совместно с органами и управлением комитетом Ивановской области по природопользованию было выявлено 901 несанкционерная свалка на территории Ивановской области. На общей площади более 140 гектаров. Из отчета представителей комитета по природопользованию также следует, что большинство выявленных свалок ликвидированы. Правда, борьба с ними скорее напоминает бой с ветряными мельницами. Мусор увозят и через некоторое время он появляется вновь. Свалки существуют не один год. Они уже превратились в традиционные места для замещения отходов. Меры, которые принимаются городскими властями, ограничены лишь ежегодным выделением средств на ликвидацию свалок. А деньги это не шуточные. Вот, например, цифры только по областному центру. В 2008 году выделялось более 2 миллионов рублей. В 2013 году мы дошли уже до 10 миллионов рублей на эти цели. Сейчас, на 2014 год предусмотрено также около 10 миллионов рублей на области клиник свалок. Становится понятен смысл выражения «сорить деньгами». Однако без этих средств ситуация становится еще плачевней. Ведь каждый гектар стихийной свалки по грубой оценке наносит ущерб примерно в 84 миллиона рублей. Самые популярные для несанкционированного сбора места в Иванове – это свалки на станкостроителей и на Минской. Нельзя сказать, что с ними не борются. Мусор регулярно увозят. А в случае с помойкой на Минской просто сдвигают в ближайший овраг. Почему же завалы мусора возникают на прежнем месте вновь? Никаких препятствий для сброса отходов на указанных свалках нет. Дорога свободна. Информационных счетов о том, что сброс мусора запрещен, не установлено. Чиновникам легче выделять деньги и технику на вывоз, чем установить несколько счетов и перекрыть путь к несанкционированным свалкам. Так может наказывать их? В настоящее время, кроме представлений и предписаний, кабинетным работникам предъявить нечего. А это не самый эффективный метод воздействия. Рублем могут наказать только компанию-перевозчика, непосредственно сбрасывающую мусор. Штраф составляет 5000 рублей. Вот мусоровозы и возвращаются, потому что выгода от такой утилизации мусора с лихвой покрывает ущерб от уплаченного штрафа. Понятно, что штраф он 5000 заплатил, ему лень заключить договор с кем-то другим, чтобы больше платить. Но заставьте его убрать его оттуда, рассчитайте ущерб, примите меры его засказания. Но есть и положительные подвижки. Давняя болевая точка фурмановских властей свалка у села Визовское наконец прекратила свое существование. Она, конечно, никуда не исчезла, но сброс мусора на нее не производится. Осталось наказать виновных. Создали ДРВ, повесили информационную табличку. Сегодня задействовали муниципальный контроль, договорились с милицией, с прокуратурой. Мы задействовали всех. И сегодня, как вы слышали от предыдущего доклада, этот приговор еще не вступил в законную силу. И что нам сегодня связывают руки для того, чтобы подключить еще одну силу, как службу исполнения наказания. В отличие от фурмановцев, ивановцы пока не могут облегченно вздохнуть. Особенно сложно дышать горожанам, проживающим неподалеку от стихийных свалок. В данном случае прекратить незаконные сбросы можно только законодательно, ударив рублем по карманам. Вот только по чьим? Пока не ясно. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова